Всем огромный привет! Мы продолжаем наше интереснейшее путешествие по Австралии. На данный момент мы находимся в штате Северной Территории и двигаемся к Уинсланду. Но это видео является продолжением вот этого видео, которое вы можете посмотреть здесь. А я обещала вам рассказать, откуда же появились заброшенные автомобили с проколотыми колесами, которые мы показывали в прошлом видео. Так вот, мы встретили рейнджера, который нам рассказал, что это борьба между кланами аборигенов. Можно сказать, что это некие криминальные разборки между аборигенами и их семьей. А вот, например, вот эта река, где застрял автомобиль, это тоже автомобиль аборигенов, который пытался переправить запрещенный в этих местах алкоголь через реку. Но уровень воды поднялся, и они застряли, и рейнджеры их настигли. Такая вот история. Как я уже сказала, мы движемся в сторону штата Куинсланд. Но сейчас сделаем небольшую остановку посмотреть на скальную живопись аборигенов. Думаю, будет интересно. Поехали! Ну что, мы приехали на какое-то место поломничества туристов. Находились по диким местам. Я же ужасно устала. Еду, засыпаю в машине. Сейчас решили заехать на туристическое место. В общем-то, здесь путь где-то 12 километров пешком. Но мы, скорее всего, пройдем некоторую часть пути и постараемся увидеть на скальную живопись аборигенов, которые там миллионы лет. В тени плюс 45, а мы карабкаемся по лестнице, выточенной из камня. Вокруг жара и звуки насекомых. Так, смотрите, какая красотища. Сейчас подниму камеру. Смотрите, а вот это реально аборигенские наскальные рисунки. Тут, кстати, не написано, какого они там столетия, тысячелетия. Смотрите, а вот это реально. Так, что тут ещё? Вот смотрите, ещё что-то нарисовано там. Уже экскурсия какая-то приехала. Ну круто! Ну что, сейчас вот прошли, посмотрели несколько наскальных таких рисунков, очень интересно. Случайно нарвались на экскурсию, которую проводил экскурсовод для другой группы, которая приехала на автобусе, и она сказала интересную вещь, что они не могут протестировать сколько же лет вот этим вот наскальным рисунком. То есть они могут предполагать, что они были сделаны очень и очень и очень давно, но протестировать они их не могут, потому что используется окра, потому что используется вот этот материал для краски, аборигены используют порошок, который они делают из дерева и камня, и он настолько недолговечный, что если положить туда карбон, как они сказали, для того, чтобы протестировать сколько лет этим рисунком, то можно очень серьезно их повредить, либо вообще стереть. Вот так вот, поэтому они никак не могут предположить, сколько же им лет. Собрались уже обратно, и тут наткнулись на стаю летучих мышей. Посмотрите на них! Просто невероятно! Итак, двигаемся в сторону караван-парка, где мы заночуем, и потом отправимся опять в путь на Квинсленд. Ребята, мы доехали до нашей первой остановки. Небольшая такая деревушка Джеберу, и здесь просто замечательный караван-парк. Даже сложно назвать его караван-парком. Здесь есть бар, бассейн, маленькие номера, которые я сниму через несколько минут. В общем, настоящий курорт, а бассейн прямо около бара. В общем, в лучших традициях курортной жизни. Но самое главное, мы выяснили, что всего в 50 минутах езды отсюда выходят крокодила на реку, и можно там ловить рыбу. В общем, завтра мы будем исследовать. Все здорово, все нравится. Надо было побольше взять деньков здесь. Было бы вообще замечательно. Так, ребят, вот наши номера. Это такой дом барачного типа. И тут комната. А есть отдельные еще домики. У нас без душа, без ванной внутри номера. Но зато вот общий душ. Кстати, очень даже приличный, нормальный. Значит, номер такой стоит 95 долларов. Вот он. Сейчас я вам сниму внутри все. Очень классно. Классный кондиционер. Такая кровать тут. Очень-очень прилично выглядит. Особенно по сравнению с тем, что как бы вообще за такие деньги Австралия нам предлагала до этого. Потому что тут же все очень дорого. Я уже об этом говорила. Вот этот номер очень даже прилично выглядит. Тут шкафчик такой. И здесь, значит, кофе, чай. Чайничек. Можно все подогреть. Рядом кухня вне вот этого дома. Телевизор здесь. Короче говоря, 95 долларов. Очень даже приличное, приличное место. И здесь, значит, кондиционер и плюс вот такой фен работает. Машину припарковали прямо у входа. Вообще такое курортное местечко. Здорово. Мне лично очень понравилось. Реально. Рекомендую, если поедете вот в этом какаду национальном парке. Очень хороший, очень хороший вариант. Очень. Всем доброго времени суток. Мы проснулись. 7 утра. Абсолютно замечательное место. Сейчас поедем вокруг этого караван-парка и поснимаем. Это культура караван-парков здесь в Австралии. Она очень развита. И в основном они, ну, очень классные. Зависит, конечно, от места. Бывают караван-парки, которые просто у заправок, где просто переночевать там, в общем-то, ничего нету. А бывают вот такие караван-парки, где огромный парк и бассейн, и бар, и что хочешь, в общем, и ресторан. Многие задавали мне вопрос, что же такое караван-парк. Я постоянно про них говорю, но не сказала вообще, что это такое. Это некая такая отгороженная территория, куда вы можете приехать со своим домом на колесах. А вот такие вот столбики, как вот этот, это электричество. То есть вы туда можете подключить свой автомобиль, и у вас будет электричество, свет и так далее. Вот в этом конкретном караван-парке огромная территория. И когда сезон, то все вот эти столбики с электричеством, они все заняты домами на колесах. Либо просто тентами. То есть вы можете приехать на своей обычной машине легковой и разбить палатку, тент. И спокойненько в ней жить, и у вас будет электричество заряжать телефоны. Но можно также снять место без вот этого электричества. Оно будет там в два раза дешевле. Мы так пару раз останавливались просто с палаткой на несколько часов, чтобы переночевать. Нам не надо было ничего заряжать и так далее. А вот это такая полевая кухня. Вот сейчас мы проезжаем. Там можно готовить. Они везде разбросаны по всей территории. Тоже очень удобно. Там обычно стоит холодильник, микроволновка, печечка, плита и так далее. Даже иногда кухонные принадлежности. А вот здесь, смотрите, первый раз, кстати, такое увидели. Такие небольшие домики. И они затянуты просто сеткой от комаров. То есть, такая уютненькая палаточка, когда во время жары просто замечательно в ней спать. Абсолютно все продувается. Свежий воздух. И никакие комары и мухи к вам не залетят. Отличный вариант. Жалко не попробовали. С удовольствием бы. И вот опять, смотрите, уже более большая такая кухонная часть. Где стоит барбекюшница. То есть, это такая плита, где можно жарить, что вам хочется. И вот столы, стулья и так далее. Небольшая такая полевая столовая. А вот это вчерашний бассейн, в котором мы сидели, где был бар. Сейчас он пока еще закрыт. Закрыт очень рано. Тоже такое приятное. Шезлонги даже стоят. Ну что, уезжаем из этого прекрасного места. Нас провожают пальмы. Продолжаем наше замечательное путешествие. Если понравилось видео, ставьте лайк и кликайте на кружок в центре экрана, чтобы подписаться на канал. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok